Внимание! Данный ролик носит исключительно ознакомительный характер и не призывает никого нарушать закон или же к пиратству. Все источники информации в данном видео находятся в открытом доступе в сети интернет. Автор не несет ответственности за возможные последствия при ее использовании. Вы все делаете на свой страх и риск. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте EPN.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! Всем привет! Меня зовут Рабадан, вы на канале Тифло Лайф. Сегодня при помощи нехитрых действий мы попробуем аккуратно попасть на те сайты, доступ на которые нам, к сожалению, закрыт. Я не имею ввиду какие-нибудь экстремистские сайты, ни в коем случае не призываю вас их посещать. И вообще данный ролик не носит никакого злого умысла, он лишь направлен на то, чтобы незрячие люди получили хоть какую-то свободу в интернете в плане доступа к их любимым ресурсам. Для этого всего мы будем использовать браузер Mozilla Firefox, он у меня уже открыт. И что нам нужно сделать? Нам нужно попасть в редактор. Давайте в редактор попадем. Основной ориентир поиска в интернете, поиск ориентир. Нажимаем пробел и пишем Антизапрет. А, Н, Т, И, пробел, А, Е, Т. Нажимаем Enter. Яндекс документ занято. Баннер ориентир, посещенная ссылка Ян. Теперь перемещаемся по заголовкам и ищем первый результат. Дополнительный результаты поиска. Основной ориентир. Список из 10 элементов. 1. Антизапрет, скажи, цензури нет. Заголовок уровень 2. Кликаем сюда, точнее нажмем Enter. Антизапрет, скажи, цензури нет. Посещенная ссылка заголовок уровень 2. Что нам теперь нужно сделать? Мы попали на сайт Антизапрет. Теперь нам нужно идти по заголовкам. Вы, конечно, можете ознакомиться подробно с сайтом, если же у вас другой браузер. Тут есть описание ко всем браузерам, как все настроить. Но в нашем случае мы используем Firefox, поэтому мы будем действовать по шаблону. Я советую вам не запариваться, там не изучать каждый элемент. Смотрите, по заголовкам. Воспользуйтесь бесплатным доступом на заблоке. Как настроить? Заголовок уровень 3. Прокси, заголовок уровень 3. Вот, мы услышали прокси. Теперь спускаемся вниз. Firefox. Меню настройки. Дополнительная сеть. Настроить. Вставить. Вставить ссылку. Нажимаем таб. Эту ссылку мы копируем в буфер. Копировать ссылку. Жмем Enter. Теперь мы можем закрыть этот сайт. Допустим, Яндекс мы пока оставим. И открываем альтовое меню Firefox. Инструменты. Загрузки. Дополнение. Синхронизирование. Верб разработку. Информация. Настройки. Настройки. Теперь долго-долго жмем клавишу Tab. Запуск. Установить. При запуске. Домашний. Использовать. Восстановить. Восстановить. Вкладки группировки. Вместо ног. Предупреждать. Переключать. Отображать. Шрифты и цвет. Размерком. Дополнительно. Цветок ног. Язык группировки. Проверять альфа. Загрузки. Приложение. Список. Семь. Содержимое. Использую. Приложение. Группировка. Список. Содержи. Подробнее. Что нового ссылка. Показать в журналах. Проверить на обновление кнопок. Никогда не проверять наличие. Использовать фоновую ссылку. Автоматически обновлять поиск. Использовать рекомендуемую. Подробнее ссылка. Использовать автоматическую прокрутку флажок. Использовать плавную. При необходимости отображать сенсорную клубь. Всегда использовать. Искать текст настройку. Настройка. Кнопка. Настройка параметров соединения Firefox с интернетом Alt Shift S. Вот. Нам нужно сюда. У вас будет флажок установлен на... Использовать системные настройки прокси. Радиокнопка отмеченная Alt Shift L. По-моему где-то здесь. А вот нам нужно сделать переключатель на автоматическую. Вот автоматическая настройка прокси Радиокнопка отмечена И тап Здесь моя ссылка уже вставлена Так как я уже это все проделывал Нажимаем тап До кнопки ок Ок Теперь закрываем настройки Ctrl F4 И попробуем зайти на какой-нибудь Торренттрекер допустим Ну тот же самый рутрекер Сайт прогружается И вот мы на сайте Рутрекер.орг Все у нас работает Все доступно Без никаких служб VPN и так далее Опять же я повторяю что данный ролик не призывает вас К пиратству Не призывает вас посещать Какие-то экстремистские сайты Не призывает вас нарушать закон Этот ролик я записываю для того Чтобы упростить доступ Для нас незрячих К тем ресурсам Которые нам очень сильно необходимы Поэтому Будьте осторожны И не надо злоупотреблять Своими возможностями В этом плане Ну на этом вроде бы и все Это все что я хотел вам показать Сегодня С вами был канал Тифлолайф Меня зовут Рабадан До новых встреч Еще увидимся Если вам ролик понравился Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал И пишите в комментариях Получилось ли у вас все настроить А в случае проблемы Мы поможем вам в их решении Всем пока